Прямо сейчас в нашей студии находится директор Горавтотранс. Денис Майор, здравствуйте. Здравствуйте. Как началось ваше утро нового дня? Очень бодро. Раннее утро. В 5 часов утра осмотр, выезд в транспортный средств, потом к вам. На общественном транспорте добирались? Я с базы, да, добирался. То есть для вас вставать рано не проблема? Да нет, нормально. Привычно? Привычно. Денис, вы стоите на пороге, так сказать, больших изменений, которые во всем мире уже давно применяются, а у нас, так сказать, первые шаги. Насколько тяжело принимать, ну, скажем, этот шаг и сделать оплату в транспортных средствах, ну, скажем, бесконтактной? Бесконтактная оплата у нас с 2016 года работает. То, что будет сейчас применяться, это будет на каждых дверях установлены валидаторы дополнительно, да, то есть будет инвестор оснащать пассажиропотоки в автобусах для подсчета как и льготных категорий граждан, так и платников, чтобы полностью иметь прозрачную выручку. Так как у нас с 2016 года работала система, просто стояла валидатор у водителя в салоне, да, находился и большие автобусы, и, естественно, пассажиропоток ты полностью отследить не можешь. Когда будут валидаторы на каждой двери установлены, стационарные валидаторы, которые заходишь в автобус, не надо передавать мелочь. То есть проблема была, она так была в том плане, о том, что все равно надо передавать деньги за проезд. Да, вы знаете, самое интересное, 100 рублей передаешь, а сдача уже может до тебя не дойти. Да, именно до кабины водителя надо дойти, если там большая загруженность автобуса, это надо все передавать, денег может назад не увидеть, это все проблемы. Естественно, сейчас хорошо, что такая концепция есть, уже подписали ее, сейчас оснащение идет. Кстати, с сегодняшнего дня уже сейчас оснащают, инвесторы будут оснащать автобус, устанавливать валидаторы. И, так думаю, когда уже будет это все установлено, они протестируют, и мы будем их тестировать. На третьем маршруте, это маршала Жукова, тракторная улица, это в районе Свобода. То есть он проходит этот маршрут через центр города, довольно такой, спальные районы. И так же самое мы протестируем этот весь подвижной состав, валидаторы протестируем. Увидим пассажиры потоки реальные. Когда эта вся система месяц-два откатается, полностью, видимо, отработает, так же самое отработает, где-то там будут проблемы, да, в этом, ну, мало ли моменты будут выходить, то отработают, подкорректируют и запускают полностью оснащение. Денис Сергеевич, вопрос. А вот, допустим, нужна будет, безусловно, современная специальная карта, да, которая может приложить и расплатиться. А можно ли будет там денежку водителю дать, как это принято? Да, наличка никто не отменяет. То есть не отменяют? Это очень важно, потому что бабушки будут волноваться, как же они. Ну, смотрите, то есть мы получаем определенные какие-то транспортные карты или мы можем привязать уже к своей, например, банковской карте? Это как прошивка происходит? В банковской карте все привязывается. То есть можно своей карточкой просто расплатиться? Конечно, да. То есть специальных карточек, там, типа троги, как в Москве, не будет? Нет, решили специально от этого уйти, да, чтобы можно было как можно, ну, проще это все сделать. Можно посоздавать 100 карточек, и в итоге будешь так же самое, лучше деньгами-то рассчитаться и проблемы. На каждом предприятии, к примеру, перевозчика будет своя карта, это будет проблема целая. Так, подождите, а скидки студентам, скидки работникам телевидения? Это все уже будет принимать оператор, мы не оператор, мы перевозчики, да, оператор уже будет там, как бы, акции какие-то делать, да, скидочные, всякие, ну, такие, для студентов, для школьников. Так же самое там можно сделать взаимосвязь в школе, как и в студенческой КПУ-то, да, то, что сделать вот эти моменты, то, что на проходе, к примеру, вот карту прилаживаешь, так же самое в столовую карту прилаживаешь, это все можно объединить, и все будет работать. Денис Сергеевич, насколько я понимаю, такая модернизация довольно сложна технически и материально, сколько обошлась, вот, допустим, частным перевозчикам такая система? Как госперевозчикам, так и частным, это все будет обходиться в 3,5% от транзакции, то есть мы будем подписывать с оператором соглашение, договор, транзакция проходит одна, это 3,5% с 17 рублей на данный момент. То есть, грубо говоря, какая-то компания безоплатно устанавливает это, потом 3,5% взимает с каждой транзакции? Да, с транзакцией. Оснащает полностью автобус всеми необходимыми, ГЛАНА, самовалидаторами, пассажиропоток, для чего пассажиропоток надо? Для того, чтобы подсчитать и льготников, подсчитать и вообще сколько, да, проходит пассажиров в день, так как сейчас людьми это просчитывать, это все некорректно, это все, так же самое, затратно. Если посадить контролера, посадить на каждый подвижной состав и просчитывать, это просто будет, ну, каждому на зарплату заплатить, это все, опять же, это все на предприятие накладывается, накладывается и проблематично. То есть все будут делать машины? Да, все будут делать машины. Зайцева, так же самое, мы уже с предложением выходили о том, что вот оператор будет, да, пускай создает себе отдел контроля, это в его интересах, потому что он с этого получает, опять же, 3-5% транзакции, у них будет служба контроля, будут выходить и контролировать, пускай привлекают, так же самое, к ответственности, вынесут постановление о штрафе, ну, выйдут с инициативой, да, в постановлении о штрафе. Если не оплатил проезд, будь добр, штраф заплатить или хотя бы просто пойти, взять, купить этот билет, если нашли, ну, как бы нашли, да, о том, что не оплатил проезд. Денис Сергеевич, а вот с точки зрения технического оборудования, все ли наши транспортные средства подходят для установки валидаторов и вот этой системы? То есть эти желтые, старые, разваливающиеся на ходу Богданы, они тоже будут участвовать в этой? Ну, как бы, понимаете, ну, они, они, как бы, должны уже обновляться, да, ну, там проблем нет установить валидатор стационарный, так же самому водителю дать этот валидатор. Есть же переносной валидатор, это кассовый обычный аппарат, а есть стационарный валидатор, который останавливается на поручень, там проблемы в подключении его, так же самому, никаких нету особых. Просто самое главное, чтобы не глючил сам этот валидатор, да, о том, что карту прилажешь, она, например, не будет тебя пропускать, и будешь стоять, очередь станет, и будет стоять, все карточки прикладывать, она не будет работать. Вот это проблема, а подключить его к автобусу это нет. Ну, подождите, правильно я понимаю, что это будет добровольно-принудительная система, которой должны будут все пользоваться, абсолютно частные компании? Конечно, конечно, это будет в конкурсе документации, когда будет, сейчас же разыгрывается, этот конкурс, да, на перевозчики нам по маршруту, там город, пригород, это все будет, как бы уже, уже будет определяться перевозчик за определенным маршрутом, естественно, там все будет прописано, что валидатор будет. Сергей, извините, вынужден вас прервать, время нашей беседы, к сожалению, истекло, но я вам очень благодарен за очень полезную информацию, симферопольцы, к сожалению, пока еще далеко не все в курсе нововведений, вы его, так сказать, просветили. Спасибо большое, что вы к нам пришли в эфир, я напоминаю, что в гостях у нас был майор Денис Сергеевич, директор ГУР «Автотранс». Желаем вам удачного дня, спасибо большое. Большое спасибо, пока не вставайте, а мы продолжаем наш эфир, о том, о чем говорит интернет, давайте узнаем из следующего сюжета.